Очередной украинский Майдан пока не состоялся. 17 октября у здания Верховной Рады собралось несколько тысяч человек. В основном радикалы и националисты. Притащили даже палатки, чтобы как обычно разбить лагерь. Лидер протеста под названием «Вынесем козла» Михаил Саакашвили рассчитывает на традиционную для Украины уличную борьбу. Тем более, что у президента Порошенко уличной поддержки нет. Правда, у Порошенко пока еще есть штыки. Но Исаакашвили вряд ли наберет большую уличную силу. Беглый грузинский экс-президент. Это все-таки даже для экзальтированной публики слишком. Да и заокеанские кураторы, похоже, еще не слили Порошенко. Ищут ему замену. Время есть. Но двигать Саакашвили вряд ли будут. Я напомню, что Саакашвили сейчас вроде бомжа. Он был лишен грузинского гражданства два года назад, когда получил украинский паспорт. Но в июле этого года Порошенко лишил его и украинского гражданства. Так что Саакашвили теперь человек мира. В данный момент притулился во Львове. Буйство в Киеве удивления не вызывает. Все уже привыкли. Но вот решение властей в Виннице стало причиной возмущения в Израиле и России. В городе, причем в еврейском квартале, установлен памятник Петлюли. Упырь исторического масштаба. Инициатор массовых еврейских погромов увековечен в броню. Снести памятник требует Всемирный еврейский конгресс. Попиющие события на Украине Запад игнорирует. А если и замечает, то почему-то думает, что со всем этим безобразием что-то должна сделать Россия. Об этом Владимир Путин заявил в Сочи на заседании клуба «Валдай». С европейской точки зрения мяч на стороне России. Конфликт почти заморожен, санкции стали постоянными. Что Россия намерена с этим делать? А по нашему мнению, мяч как раз на европейской стороне. Потому что именно благодаря совершенно... Ну, такой неконструктивный, я выбираю выражение, чтобы, знаете, не показаться грубым. Неконструктивные позиции бывшего состава Европейской комиссии. Ситуация дошла до государственного переворота. Поддержали антиконституционный захват власти. Кровавый, между прочим, с жертвами. Довели дело в конечном итоге до войны на Юго-Востоке Украины. Крым объявил о своей независимости и о присоединении к России. И вы считаете, мы виноваты в этом, что ли? Мы, что ли, довели до антиконституционного переворота? И Европа в этом виновата. Всё перекладывать на Россию, что на Россию, на российской стороне мячик, и вы там делаете что-нибудь. Нет, так не получится. Давайте вместе. Давайте вы теперь окажите влияние на сегодняшние власти в Киеве, чтобы они принимали хоть какие-то шаги к нормализации. Ну, вот сейчас приняли решение по языку, запрещающее преподавать, по сути, вести преподавание в школах на языках национальных меньшинств. В Венгрии возмутилась, в Румынии возмутилась, в Польше отчасти там какие-то высказывания были. Но в целом Евросоюз молчит. Почему они осуждают? Тишина. Сейчас вот установили памятник Петлюре. Этот человек на нацистских взглядах, антисемит, который истреблял евреев во время войны. Кроме сионистского конгресса еврейского, все молчат. Вам своих клиентов жалко, что ли, в Киеве? Это не украинский народ делает. Это всё делается с подачи соответствующих правящих структур. Ну почему же вы молчите? Спасибо. Спасибо. Спасибо.